Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас курс на уход с лицом. Вы просили отдельный ролик поэтапный, чем, как, когда, очищаю и ухаживаю за своим лицом. Итак, поехали. У нас с вами сегодня очень интересный прибор, который будем тестировать впервые. Это щетка. Я безумно люблю такие гаджеты. Сейчас вам все расскажу и покажу. Пришла моя щеточка. Вот так она упакована. Давайте вместе с вами скорее открывать. Еще в пакетике довольно тяжелая коробочка. Это прибор для чистки лица, удаления щеток от Dijkman. Модель Dijkman G9 именно у меня. Вот смотрите, вся информация много. Ее три режима очищения пор, три режима очищения лица, два режима омоложения лица и LCD-дисплей. Очень классно. Смотрите, у нас здесь с вами разные насадки. Отшелушивание, мягкая силиконовая губочка, пемза. То есть это для скрабирования такого отшелушивания, пилинг-эффекта. И силиконовая. Так, еще какая у нас здесь информация. Мощность, время заряда батареи, время работы при ежедневном использовании до 20 дней. Вот это вообще классно. То есть не каждый день заряжать и даже не каждую неделю. Очень здорово. Скорости вращения насадок, уровни вакуумного всасывания. Синяя-красная подсветочка. Это, наверное, для омоложения у нас с вами. Смотрите, остатки, угри, черные точки, сильное всасывание. Как же хочется ее уже потестировать. Давайте открывать и смотреть. Я вообще очень люблю такие вещи. Просто у меня есть различные гаджеты для очищения, но они совмещают в себе одну или несколько функций. А здесь у нас с вами все в одном. Насколько это удобно. О, какая большая щеточка с подставкой. Смотрите, какая-то красиво будет смотреться в ванной комнате. Просто прелестно. Здорово. Так, это у нас с вами инструкция. Гарантия. И, наверное, зарядник. И все. Нет, не все. Еще у нас с вами коробочка с насадками. Смотрите, даже в подарок идет вот такой вот набор для чистки лица. Петельки. Петельками хорошо на распаренное лицо очень чистить. Классный набор. Они такие тоже увесистые, добротные. Так, все с вами вытащили. Насадки крупные. Супер. Вот эта насадочка, это прям мягкий силикончик. Мягенький-мягенький. Такая достаточно щадящая. Это у нас с вами пилинг с абразивом. Такая прям. Это просто мягкая губочка. Спонжик. И две у нас с крышечками. Щеточки. Так, как вас извлечь, дорогие. Наверное, извлечешь их только если наденешь, я так подозреваю. Скорее всего. Здесь нам нужно что-то снять. Сейчас я разберусь. В общем, у нас с вами две щетки. Одна помягче, другая пожестче. Они идут с такими вот крышечками. Зарядное устройство выглядит вот так. То есть это не USB, не Type-C, а именно вот так. И здесь у нас с вами заглушечка. Куда мы будем зарядное устройство вставлять? Заглушку не потеряем. Она сделана вот таким вот образом. Очень, кстати, удобно. Сейчас попробую включить. Если не заряжен, поставлю заряжаться. Есть подробная инструкция на русском языке. Как, какой способ работает и как нужно применять правильно, что делать и так далее. Разобралась, куда у нас с вами будут надеваться насадки. Смотрите, здесь такая крышечка. Мы ее открываем. Выбираем нужную насадочку, щёточку, допустим. Надели. Надели, надели, надели. О, надели. Снимаем крышку. Крышку сняли. Вот такая вот щёточка. Наверное, это мягкая. Сейчас попробуем другую. Мне прям интересно. Да, зелененькая помягче. Хотя они обе такие мягенькие. Вы знаете, обе мягенькие, такие хорошенькие. Все отлично. В управлении все просто. Здесь есть три кнопки. У нас с вами получается очищение пор. Пор вообще аппаратом 4 в 1. Это очищение, удаление грязных точек, омоложение и массаж. Вакуумное очищение от порных точек. А черных точек вот у нас с вами как раз различные насадки в пакетиках. Эффективное удаление угрей, прыщей. Здесь высокочастотные волны. И здесь у нас с вами уникальная световая терапия. То есть один прибор, он заключает в себе столько много функций. Вот такое вот и очень хотела. Не куча разных приборов, а один с насадками. Все, ничего никуда не потеряется. Всегда будет стоять красиво на подставочке в использовании. Все отлично. И он, кстати, водонепроницаемый. Поэтому если вы пользуетесь им в душе, то с ним ничего не случится. С помощью этого аппарата можно сделать. Можно удалять стойкие загрязнения кожи. Очищать поры. Избавляться от черных точек. Удалять угри и прыщи. Выравнивать рельеф лица. От слойка роговевшего слоя. Светотерапия. Звуковая вибрация. Повышение эластичности кожи. Но это естественно, когда мы используем какие-то массажные гаджеты. Конечно, у нас повышается эластичность и упругость нашего лица. Разглаживание морщин. Массаж – это самый эффективный способ убрать морщины. Ни один крем, ни одно средство не будет так работать, как массаж. Чтобы привести аппарат в действие, нам нужно выбрать сначала режим, что мы делаем. Допустим, очищаем. Нажимаем на кнопку и удерживаем. Аппарат заработал. Эти батареи почти заряжены. Как приятненько. Очень приятно. Аппарат заработал. Мы с вами очищаем кожу. Также удерживаем и выключаем. У каждого режима есть свои подрежимы. После того, как мы включили очищение, мы можем с вами выбрать один из трех режимов. Deep у нас с вами глубокое. Daily – ежедневное. И Gentle – мягкое очищение. Давайте попробуем. Так, у нас сейчас с вами Deep. Это глубокое. Один раз нажимаем на кнопку клиент. Стало медленнее вращаться. Это ежедневное. Еще раз нажимаем. У нас Daily – мягкое. Тоже самое у нас с вами с другими режимами. Допустим, удаление остатков окна и черных точек. Это режим Removal. И у него тоже есть три подрежима, которые имеют слабое всасывание, среднее всасывание, сильное всасывание. Будем пробовать с вами все режимы. И обязательно посмотрим, чем они отличаются. А кнопка Light у нас с вами – это синяя и красная подсветка. Насадки, кстати, тоже отличаются по своим характеристикам. Смотрите, у них разные отверстия. Большие насадки имеют большую силу всасывания. Ее следует медленно перемещать по лицу и не оставлять на одном месте в течение длительного времени. Средняя насадка. Она уже немножко послабее, но тоже относительно сильное всасывание. И эти насадки следует с осторожностью применять людям с чувствительной, нежной кожей. И мелкая насадка. Тут уже слабое всасывание. Она подходит для чувствительной кожи. А вот эта овальная насадочка. Вот видите, у нас здесь с вами одна овальная. Вот она. Она у нас уже с вами применяется для подтяжки кожи лица. То есть для массажа, устранения морщин и стимулирует циркуляцию крови. Вот как раз-таки про режим подсветки. Режим красного и синего света у нас с вами будет лечебное воздействие на кожу разным спектром. Для чего? Лечение прыщей, покраснение, отеков, воспаление, эритема, нормализует выработку кожного сала, стимулирует процесс регенерации, выработку коллагена, обеспечивает омолаживающий эффект для всего. Давайте попробуем включить подсветку, посмотреть, как она выглядит. Опа, синяя. Передает вам камера. Вот воздействие, да? Так, красная. Почему-то вам желтый делает на камеру. Ярко-красным светится вот этот ободочек. Синяя, красная. Смотрите, а спонжик у нас с вами можно применять для пудра и крема. То есть даже тональный крем можно наносить вот этой вот щеточкой. Представляете, как здорово. Будет распределяться прям идеально, мне кажется. А пемза у нас с вами для удаления мозолей и омертвевшей кожи. То есть мы с вами еще можем использовать эту щеточку на ручках и на ножках для удаления мозолей. Просто прелесть. Ну и, собственно говоря, приступаем. Что делаем мы с вами сначала? Наносили макияж мы или не наносили? Мы будем очищать лицо с помощью мицеллярной воды. У меня сейчас вот такая в использовании. Эвелинда использую. И еще одна. Эвелинда, такая же бадьяна. Немножко другая стоит. Будет следом за ней. Берем ватные диски, снимаем макияж при помощи мицеллярной воды. Что мы делаем с вами дальше? Дальше мы берем пенку, гель, либо молочко и смываем мицеллярную воду с лица. Дочищаем лицо. И сейчас, на этом этапе, мы как раз с вами будем использовать щеточку Дайкман. И расскажу вам один лайфхак по пенке. Я сейчас не ICO пенкой пользуюсь в Фиберлик, а гелем Вербена. Что я сделала, девчонки? У меня закончилась пенка ICO, и я решила попробовать из геля Вербена сделать пенку. Я не очень люблю гели, поэтому как-то вот душа лежит больше к пенкам, поэтому решила попробовать. Но не получится, не получится. В общем, я вот в эту баночку перелила оставшийся свой гель, наверное, его было вот столько, и разбавила водой чистой, кипяченой водой, разбавила этот гель. Где-то один к пяти, то есть одна пятая часть геля, а четыре части воды. И получилась пенка. Сейчас покажу. Она действительно получилась мягкая, рабочая, очень классная пенка. Просто вот формат пенок люблю безумно. Так, снимаем крышечку, щетки. Все насадки, особенно вакуумные, мы с вами после каждой чистки лица на приборе на это будем обрабатывать. Вакуумные насадки можно обрабатывать спиртом. Я думаю, что можно и хлоргексидином. А вот уже щеточки мы с вами просто промываем смылом. Смотрим по мере загрязнения. Так, дальше у нас с вами режим чистки. Мы берем пенку, мы можем ее нанести прямо на щетку, очень хорошо, кстати, лежит в руке, так классно, прям стильненько, здорово. А можем нанести на щетку, а можем нанести на лицо. Вот такая пенка из геля вербена получается. И мы будем очищать свое лицо. И можно даже на щетку, как бы, без проблем положить пенку. Включаем щетку и очищаем. Ой, как приятно. Что мы с вами делаем сейчас расскажу. Все движения, любые движения по уходу за нашим лицом, они должны быть направлены снизу вверх по массажным линиям. Также мы вводим и щеткой, чтобы лицо свое подтягивать вверх. Подготовила себе инструкцию. Здесь на самом деле вообще прям чудеса. Технология звуковых вибраций. Это использование микровибраций. Низкочастотные пульсации усиливают кровообращение в зонах, которые склонны к образованию морщин. Но это массаж. Я вам уже говорила и никогда не устаю говорить, что лучше массажа нет ничего для лица. Ни один крем даже за 20 тысяч за 100 не обладает таким эффектом, как массаж. А у нас, по сути, что очищение идет с массажем, что вакуумный массаж с чисткой, да, это все тоже массаж. Это на самом деле очень круто. Высокочастотные импульсы эффективно удаляют макияж и любые загрязнения. Так, у нас с вами еще LED-терапия. Вот эта подсветка, которая красная и голубая, у нас синяя подсветка для вакуумной чистки. После вакуумной чистки будем с вами ее сейчас использовать. Она успокаивает, сужает поры и защитное действие. А красная подсветка подтягивает кожу, то есть ее можно применять после ухода уже. Сыгратка крем и потом подсветиться красненьким. Это супер. Вот эта щетка Dyson G9 это первая в России щетка с технологией LED-терапии. То есть здесь не только у нас с вами щетка, но еще и вот такой вот уход. И вот как раз про сами вот эти насадки. Здесь у нас с вами инновационные щетинки. Они ультратонкие, они на самом деле вообще не травмируют. Они упругие, но в то же время тонкие, очень мягенькие. Они гибкие, меньше трения с кожей происходит. За счет этого нет повреждений, нет раздражений. Но за счет того, что они вот такие тоненькие, их очень-очень много, они очень хорошо должны чистить поры у нас с вами. Благодаря технологии специальной, которая использовалась в создании вот этих вот щетинок, движение происходит не только по кругу, но и вперед-назад. С едва заметным отклонением менее 6 градусов. О, как интересно, смотрите. Так, ладно, я дальше доочищаюсь. И будет у нас с вами следующий этап. Субтитры сделал DimaTorzok Умылись, смыли все, промыли сразу щеточку. Очень удобно, девчонки, что есть подставка, прям поставил, все вообще идеально. Вакуумный массаж у нас насадочки одеваются из другой страны. Смотрите, все как просто. Чпок, и все. Я выбрала среднюю. Очень рекомендует производитель делать на распаренное лицо. Так как я знаю, что мы с вами, девчонки, ленивые, такие периодически, мы с вами будем делать на ней распаренное, на очень хорошо очищенное. У меня, кстати, после щеточки есть даже легкое такое покраснение на лице. Но кожа, девчонки, она просто вот отшлифована даже после щетки. Вот просто идеально чистая. Прям вот не знаю, когда она у меня последний раз была такой чистой. Сейчас мы с вами используем еще SPF. Кожу надо чистить обязательно очень хорошо. Очень удобно, кстати, что с этой стороны вот одни насадки, а с этой другие. И дисплей, знаете, чем удобно? Тем, что мы видим время воздействия на кожу. То есть, когда мы переключаем режимы, отчет начинается заново. Мы начинаем работать и вплоть до каждой секунды мы можем с вами определить, сколько минут, секунд мы чистили кожу. По вакуумному очищению. Здесь интеллектуальная технология очищения пор при помощи всасывания. У меня был такой аппарат, знаете, очень-очень давно выкинула его, потому что он был неудобный. Дешевый совсем. И там вот одна насадка какая-то совсем несуразная. Работал он от батареек и чистил как-то очень сомнительно. Но в принципе я знаю, что такое вакуумное очищение, вакуумный массаж. Это очень крутая штука. Вообще просто крутая. Для омоложения, для очистки на самом деле крутая. Такая процедура у нас позволяет проникнуть глубоко в пору, далее черной точки, сбавиться от угрей и прыщей. Технология вакуума улучшает кровопрощение, эластичность кожи, разглаживает морщины 100%, потому что вакуумный массаж – самый крутой массаж. Кто-то, кто пользовался антицеллюлитными банками, фаберлик, они тоже есть. Лучше вакуумного массажа, еще ничего не придумали. Так, три режима у нас здесь с вами, мы все это разобрали, подходят для любого типа кожи. То есть если на это чувствительное, выбираем себе самый слабенький. Повышение упругости. Это все понятно. Стимуляция кровопрощения при вакуумной чистке. И при именно воздействии вакуума у нас с вами идет естественная выработка коллагена в коже. Это на самом деле тоже крутой, коллаген нам просто необходим. Для молодости, для эластичности. Для подтяжки лица. Поэтому да. Высокочастотные волны способны обнаружить удаление омертвевшей клетки кожи, себам, угри, комедон и другие загрязнения, которые забивают поры на лице. Очистив поры, волны глубже проникают в кожу и улучшают текстуру и тон лица. 98% пользователей отметили, что кожа стала более гладкой, здоровой, упругой. Я вот честно даже не сомневаюсь. Так, смотрите, приступаем. То есть кожа у нас идеально чистая. Насадки после каждой процедуры мы промываем, обрабатываем, можно спиртиком. Мы с вами включаем режим ремонта. У нас подшел отсчет времени. Не знаю, сильно вам будет, не сильно. Так, у меня стоит самый сильный. Акне мне не нужно. Слушайте, здесь я ставлю самый слабый, потому что у меня достаточно чистая кожа. Давайте пробовать. Видите? Засасывает кожу, но так, тихонечко. Тихонечко. Все это мы делаем опять с вами по массажным линиям. И медленно. Чтобы не было потом никаких синяков, чтобы не было никаких лишних покраснений, эту процедуру мы должны делать очень медленно. Что я буду чистить? Я буду чистить свою тезону. Ага. Нос. Что-то там уже есть какой-то налет. Хотя, смотрите, кожа очень чистая. На носу, особенно вот здесь, лучше как-то точечно делать, потому что вакуумный массаж по носу не очень удобно. На крыльях удобно. На крыльях. Я вам покажу потом, что у меня там у нас собирается. А! А так, в принципе, идет покраснение. То есть микроциркуляция однозначно улучшается. На самом деле, таким образом, очень медленно. Потихонечку, медленно двигаем по массажным линиям. Лук. Что-то есть. Чуть-чуть, но есть. То есть лук по центру, а потом в сторону. Так, все, я дочищаюсь, буду вернуться. Мне так понравился самый сильный режим. Мне кажется, девчонки, вот он вытянет. Особенно на распаренное лицо. Вообще, все, что только можно, и сбор. Сейчас покажу. Видите, как засасывает. Слушайте, ну я хочу сказать, так прилично с моей чистой кожи понабиралась. Я прям вошла во вкус. Крутая, мощная штука. Это не распаренное лицо. Вообще здорово. Смотрите, сколько у меня тут нас собиралось. Вот прям видите, где самый кончик по бокам. Вот эта вот грязь. Фокус. Вот оно, видите. Вот так. Сейчас лицо можно протереть, мне кажется, или протонизировать чем-нибудь. Все оно чистое. Поры расширились после такой чистки. Вот особенно с крыльев носа оно собиралось вообще. Поры расширились. Они расширенные и очень чистые. Наша задача теперь их сузить. Я беру тоник. У меня с вами, у меня с вами, у меня вербина пока ушла. Использование очищения. Я не люблю на ватный диск тоники наносить и протирать. Я делаю это вот так. Если нет распылителя в тонике, я делаю это вот так. Вот. Протонизировали кожу и включаем мы с вами синюю подсветку. Она сужает поры. И воздействуем на кожу лица. Вот так можно вводить. Смотрите, как красиво. Ой, а вам камера почему-то не передает. Она очень яркая. Сужаем с вами поры. Поводим вот так. Хоть мы кожу не касаемся, но все равно все эти движения по массажным линиям. После хорошего очищения лица можно было бы сделать какую-то успокаивающую масочку. Но у меня настолько сейчас чистое лицо, что, если честно, маску делать не хочу. Я так использую немного хороших. Я в основном маски сейчас делаю по утрам. Раньше строго два раза в день, но сейчас катастрофически не хватает времени, конечно. Уроки, криз пока уложишь. Поэтому вечером у меня обязательно очень хорошее очищение. Сейчас, собственно говоря, вечер, да? И уход. Акцент на этом. А с утра акцент у меня вот как раз на масочках на разных, на всяких. Нанесла и пошла делать свои дела. После того, как мы кожу протонизировали, вот можно сейчас и после тоника тоже масочку нанести. Можно и перед тоником. И после маски мы тоже наносим тоник. Потом сыворотка. Сейчас у меня пока в уходе мискини серия активненько на нос. Я думаю, достаточно. Там не больше 20 минут в день рекомендуют. В принципе, можно и подольше, но я думаю, уже хватит. Хочу попробовать еще вместе с вами вот эту силиконовую щеточку. Насколько она тактильно приятна к коже. Просто без ничего. Так, мы сейчас включим. В самый медленный режим. Ой, очень приятно. Очень приятно. Мне кажется, вот эту силиконовую щетку можно использовать для массажа, что я, собственно говоря, и буду делать. Обязательно потом попробую, конечно, и насколько работает вот эта пемза, скажем так. Так, еще у нас с вами что осталось? Еще у нас с вами остался спонжик, который можно наносить, который можно использовать после крема. Но крем, мне кажется, много будет себе отбирать. Надо попробовать тональник. Нанести будет видео про макияж. Мы с вами попробуем. Ой, вообще приятненько. Очень приятно. С помощью этого спонжика, мне кажется, умываться можно. Но вот кому что по душе. Насадки на любой вкус и цвет, на любой тип кожи. Вообще, что хочешь, что делать. Давайте мы с вами нанесем уход и пройдемся силиконовой щеточкой. Я прям так хочу. Мне кажется, сейчас моя кожа впитает все и вся. После такого очищения сыворотками скини фаберлик глазки. Я вообще так не люблю этот многоэтажный уход. Мне бы вот одно средство и на все лицо. Но я имею ввиду, утро, вечер, да, подразделено. Но вот сыворотка для кожи вокруг глаз, сыворотка для кожи просто. Вот это я не люблю. Да, может быть, для кожи вокруг глаз она полегче, но тем не менее. А мне была бы одна. Но надо так надо. Нанесли сыворотку. И наносим сразу крем ночной. Крем для кожи вокруг глаз тоже у нас в твое отдельно. Крем для лица тоже отдельно. Все отдельно. Такой вот комплексный уход. А так в основном, девчонки спрашивали, я не беру отдельно крем для глаз. Это вот новиночка потестить с вами вместе. А так я бы не стала брать один крем и на веки, и на все. Я люблю так. И сыворотка одна. Как еще тоников-то не додумались сделать. Для кожи вокруг глаз и для лица. И маски еще, представляете? Для кожи вокруг глаз и для лица. Ну, не знаю, я не вижу в этом смысла. Да, может быть, там кофеин, допустим, он не нужен на все лицо. Он очень полезен именно веком, да? Я думаю, и с лицом ничего не случится. Так, теперь хочу попробовать силиконовую щеточку. По уходу пройтись. А еще нам, кстати, с вами потом красное свечение. Для молодости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Великолепно, так приятно. Краснота на лице еще есть после вакуумной чистки. Поэтому, конечно, такую процедуру мы делаем с вами на ночь. Я думаю, раза в неделю достаточно. Но если действительно есть проблемы и частое высыпание, то можно и почаще. Я буду раз в неделю именно вакуумную чистку такую хорошую делать. В следующий раз обязательно попробую на распаренное лицо. Если бы мне столько вылезло без подготовки, скажем так, то сколько будет дальше. Так, теперь мы с вами включим пока красное свечение, которое у нас с вами подтягивает кожу и поддерживает водный баланс. Как вот эта маска Fiberlic, да, которая стоит бешеных денег. Там же тоже вот свечение вот это вот разное есть. Но щетку со свечением, это вот единственный такой вариант в России. Или в мире даже, слушайте. В России, в России. И приятненько. Прям завтра молодые, проснемся. Минус 10 лет. Вообще, любой массаж, это очень круто. И отеков с утра не будет таких, да? От отечности, как лимфодренаж. Подтяжка. Морщинки разглаживаются. Хорошо очистили, хорошо увлажнили. Помассажировали. Классная штука, нет? Вот этот прибор у меня валяться точно не будет. Потому что многие не такие, нет. Совершенно другие приборы. Они у меня лежат, я про них вспоминаю, вот крайне редко прям. А здесь, мне кажется, я уверена. Буду пользоваться на ежедневной основе. Щетка вообще прелесть. Кожу очистить. Удаляется сразу все роговевшее руками, когда ты умываешься с пенкой и так далее. Ты так не очистишь кожу, ну это понятно. Нужно какое-то механическое воздействие. А роговевшие частички, они каждый день появляются. Вообще вот так, красота. Мне кажется, даже кожа подуспокоилась после вот этого красного воздействия немного. Очень удобная штука, девчонки. Прямо от души рекомендую. Мне безумно понравилось. Красиво, лаконично, стильник, удобно. И все в одном вообще просто супер. Не надо там много разных щеток себе навешивать, вакуумных чисток и так далее. Все чистится, все круто, все супер мощное. Аккумулятор, кстати, какой-то крутой. Поэтому я думаю, что прослужит долго. Так, ну вот и все, собственно говоря. Вот и весь уход. Щеточку с вами протестировали. Классная, суперская. Кожа вообще невероятно мягкая, упругая. Мне очень понравилось. Прям вообще здорово. Ссылку на щетку оставляю вам под видео. Как всегда, проходите, смотрите, знакомьтесь. Ну, на этом все, мои хорошие. Всех люблю. Целую всем. Пока-пока. Пока-пока.